Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Ставка на инвестиции, инновации и технологии. В областном центре прошло расширенное заседание городского исполнительного комитета. Участие в мероприятии принял губернатор региона Юрий Шулейко. 70 лет. Рубеж или новый этап. Открытое акционерное общество «Брестгазоаппарат» отмечает знаковый юбилей. Славим учителя, подарившего мудрость и ласку. В Ленинском районе города подведены итоги конкурса «Педагогический олимп». Об этом и многом другом прямо сейчас. Накануне в областном центре прошло заседание хозяйственного актива. Участие в мероприятии принял губернатор региона Юрий Шулейко. На повестку дня были вынесены вопросы, затрагивающие итоги прошедшей пятилетки и минувшего 2020 года. Конечно, свою не самую позитивную лепту в результаты внесла пандемия. Однако, по мнению руководителей области и города, списывать все недоработки на эти позиции было бы неправильно. В число приоритетных тем на ближайшую перспективу вошло развитие IT-потенциала областного центра. Кроме того, были озвучены достаточно интересные идеи по развитию туристического потенциала Бреста. Главные тезисы большой дискуссии в первом материале выпуска. Главные тезисы. И получать с каждого используемого квадрата реальный результат. Эта мысль стала одним из центральных посылов доклада мэра города Александра Рогачука в рамках заседания горосполкома. Сегодня особенно важно уметь диверсифицировать рынки и быстро подстраиваться под те условия, которые диктует мировая экономика и товаропотребление. Если мы поставим только лишь акцент на один вид экономической деятельности, мы в себя подвергаем большим рискам. Поэтому диверсификация точек роста это абсолютно разумно и логично. Вот почему и туризм, вот почему и IT-кластер, вот почему и какие-то экологические проекты, которые косвенно потом опять будут способствовать и развитию туризма в том числе. Да, пандемия проверила на прочность флагманы брестской экономики. Но это не помешало крупным предприятиям выйти по итогам 2020-го с достаточно высокими показателями результативности. Однако отдельные фабрики и заводы, переживавшие и до той поры непростые времена, сегодня находятся в трудном положении. В качестве приоритетных подходов – разбор каждой ситуации в отдельности. Максимально оптимизировать сроки проработки важных решений для скорейшего их внедрения в экономический процесс. У меня произошло такое одновременное знакомство с многим руководящим мощным потенциалом именно города. Потому что губернатору мне необходимо наиболее быстро уточниться, узнать, что происходит, быстрее узнавать в лицах, знать о проблемных предприятиях. Есть обратная связь, как сегодня город или администрация вникает в экономику и в болевые моменты именно предприятия. Поэтому вот эту связь мне нужно максимально быстро понять, для того, чтобы дальше плодотворно работать. Три предприятия, которые надо держать в руках, и в этом году мы должны по ним определиться. Что это – реорганизация, поиск нового собственника, какая-то оптимизация, присоединение в холдингу, как это было сделано по другим предприятиям. То есть это вот задача на этот год. Акцент 2021-го на инвестиции и рациональное использование имеющихся ресурсов и возможностей. В частности, речь о развитии инновационных высокотехнологичных производств. В частности, на площадях, ограниченных улицами Пионерская, Янки-Купалы, Вторая Заводская, Московская. Уже в ближайшие годы здесь появится мощная инвестиционная площадка. Сейчас здесь ведутся строительные работы. И на смену монолитным пустующим цехам сюда должно прийти перспективное производство с рентабельностью и новыми рабочими местами. Если мы возьмем этот квартал, который ограничен улицей Московская, Пионерская, Янки-Купалы, Вторая Заводская и Советская Конституция, реально это будет совершенно другой промышленный кластер. Да, сохранятся там предприятия Ковры Бреста, сохранится там наш ламповый завод, электромеханический завод, но не в формате умирающих предприятий, а в формате уже обновленных предприятий. А вот эта вся огромная территория, 120 гектар, она будет разделена на инвестиционные предложения по созданию новых видов производства. Что такое современное производство? Это до 200 человек работающих, это высокотехнологичное производство, это роботы, это новые технологии и, соответственно, экологически чистая продукция и экологически чистое производство. Губернаторам четко понятны, определены задачи, что мы не можем идти по экстенсивному пути. У нас нет больших площадок в городе для больших производств, только интенсивный путь развития, то есть максимальное повышение эффективности отдачи каждого метра квадрата на промышленные зоны. Пандемия постепенно уходит в прошлое, а это значит, что вновь в числе перспективных направлений появляется сфера туризма. В рамках заседания Александр Рогачук озвучил новую инициативу, направленную на развитие зеленых зон города. С учетом требований времени и необычного формата предложения. Мы впервые озвучили вот эту новую тему зеленого Бреста, туристического Бреста, как разумный вариант использования нашего уникального природного потенциала по варианту августовского канала, да? А может быть, еще лучше сделаем себя, с учетом того, что эта часть территории находится в городе. Это реально так. Итоги 2020-го стали основой для проработки новых тем и новых предложений, которые позволят внести определенное оживление в социально-экономическое развитие региона. Теперь важно, чтобы принятые решения имели максимальную эффективность, а в обратном случае корректировались, исходя из складывающихся условий. Это импортозамещение, это экспорт, то, что будет уходить за пределы республики, это как будут работать свободноэкономические зоны, какие условия нужно сегодня дополнять, решать для того, чтобы экономическая часть, доходная часть, конечный результат нашей работы были выполнены, и мы получили исполненный бюджет и поддержали все статьи расходов, которые запланированы бюджетом, в том числе город. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Когда мы говорим об успешности городов, речь всегда идет о том, насколько активно и эффективно в них работают предприятия, особенно предприятия-гиганты. Именно таким для областного центра является открытое акционерное общество «Брест Газоаппарат». Сегодня представить город без его головного завода и нескольких производств уже просто невозможно. В настоящее время «Брест Газоаппарат» представляет собой группу предприятий и является крупнейшим производителем бытовой газоэлектрической техники в СНГ. Вся продукция реализуется под единой торговой маркой «Гефест». Она давно нашла своего покупателя и пользуется авторитетом, в первую очередь, у опытных хозяек. В феврале предприятие отмечает свой крупный юбилей – 70-летие. В честь важной даты здесь было организовано большое мероприятие, почетными гостями которого стали руководители области и города. Вместе с ними на предприятии побывала я Анастасия Ноздрин, Плотницкая. Совместное предприятие «Брест Газоаппарат» – один из флагманов отечественной промышленности – встречает большой юбилей красиво и масштабно. Подтверждает это простая математика. 30 миллионов стационарных напольных плит, 7 миллионов настольных плит, 1 миллион встраиваемых столов, 625 тысяч духовых шкафов, более полутора миллионов воздухоочистителей. И это все было выпущено на производстве за его большую историю существования. Говоря о качестве, стоит упомянуть и большой коллектив, который ежедневно работает для того, чтобы покупатель получил достойный продукт. Сегодня на предприятии работают более пяти тысяч специалистов. Немало здесь семейных династий и тех, кто имеет в трудовой книжке всего одну запись, которая остается уверен и поныне. Устроился сюда следствием механо-сборочных работ в сборочный цех. Возглавлял в свое время, был замначальника сборочного цеха, потом замначальника ПДО. Сейчас руковожу эмалировочным цехом. На предприятии уже, как вы сами видите, уже 30 лет. За это время сделано очень много работы, что на головном предприятии, что на наших предприятиях, которые дочерние. Это Гефест техника, Гефест кварц. Здесь мы, на нашем предприятии, поменяли полностью всю систему конвейерной сборки. Освоили большое количество модификаций наших изделий. Я работаю на предприятии практически сразу после института, с 1997 года. Это уже скоро будет 25 лет. В данный момент наше предприятие находится на пике своих возможностей. Реализация продукции, можно сказать, идет в данный момент с конвейера. Поздравить коллектив с важной исторической вехой на предприятие прибыл губернатор региона Юрий Шулейко, а также мэр областного центра Александр Рогачук. Конечно, предшествовало поздравлению работников общение о перспективах производства. Сегодня Брест газоаппарат представляет собой группу предприятий. Одноименное головное, специализирующееся на выпуске бытовых газовых и газоэлектрических плит, и два дочерних – Гефест кварц и Гефест техника. 65% от общего количества выпускаемой продукции отпускается на экспорт. Основные покупатели – жители России, Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии и Кубы. В числе преимуществ – высокая доля на основных рынках сбыта. Известность бренда, собственная дилерская сеть, широкий ассортимент, доступное соотношение цены и качества. Мы приняли решение, что надо расширять элементатуру, развивать ее. И если у нас встраиваемые духовки и встраиваемые столы раньше занимали 2,3%, то сегодня они занимают уже 17,3%. Электрические и газоэлектрические плиты занимали 8%, сегодня занимают они все 18%. Да, результаты впечатляющие, что говорит о том, насколько искренне коллектив относится к своему труду и готов работать на благо предприятия. В своей приветственной речи губернатор региона подчеркнул, успех открытого акционерного общества – это преемственность традиций, заложенных поколениями работников брестгазоаппарата, а также особое трудолюбие и оптимизм в решении насущных проблем. Председатель облсполкома выразил уверенность, что заданная планка будет поддержана и дальше. Сегодня Кефест – это яркий бренд отечественной промышленности и крупнейший производитель бытовой газоэлектрической техники СНГ. Вы вносите весомый вклад в экономику Брещины. Годовой оборот вашей группы компаний составляет 455 миллионов рублей. Удельный вес предприятия в объемах промышленного производства Брестской области – 4%. Немаловажна экспортная ориентация вашего производства. Более 65% выпускаемой продукции реализуется на экспорт, что очень важно в нынешних условиях. Заслуженные дипломы и благодарности губернатор вручил старожилам предприятия, а также самым активным работникам. Сегодня за такими лидерами идет движение вперед. Об этом уже со сцены говорил председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Он поблагодарил предприятие за выдающиеся успехи, а руководство – за грамотную стратегию и продуманное решение. Все это позволяет предприятию не только успешно представлять экономику в промышленной системе, но и реализовывать социальные проекты на благо Бреста. Никакое развитие города невозможно без крепкой экономической базы, без финансового фундамента. В этой ситуации я благодарю ваш коллектив, вас, Виктор Александрович, как руководителя, за глубокую интеграцию в социум нашего города, за то, что ваше предприятие входит в топ основных налогоплательщиков бюджета города Бреста. И знаете, что в каждом метре асфальта, в каждом метре тротуара плитки есть и ваш вклад, помимо той основной продукции, которую вы замечательно изготавливаете. Вам крепкого здоровья! Пусть газоаппарат уверенно движется к своему столетию, сохраняя лучшие традиции прежних времен, впитывая в себя новые технологии, новации и четко в финансовом и содержательном плане подкрепляет наш лозунг, что лучше Бреста нету места. Все те, кто в праздничный день выходили на сцену, люди слова, люди дела. Те, кто не боится трудностей и готов ради результата идти до конца. А то, что коллектив талантлив не только в профессии, но и в творчестве, подтвердил большой праздничный концерт, главными артистами на котором стали также работники открытого акционерного общества. Их признают, в них верят. А это то самое важное, что должен чувствовать каждый, кто приходит на работу в большой коллектив, в такой, какой вот уже семь десятилетий развивает предприятие «Гигант». Открытое акционерное общество «Брест Газоаппарат». Быть лидером – это тяжелая ноша, особенно в нынешнее рыночное время. Ну, понимаете сами, что иметь такой коллектив самоотверженный, который своим профессиональным трудом, своей ответственностью, со своей теплотой, частицей души вкладывая в результаты своего труда ту продукцию, которая поступает и делает комфорт и уют в семьях наших благодарных покупателей, стремление быть лучше и соответствовать по всем правилам марки, взробленного в Белоруссии. Своим трудом мы продвигаем и пославляем свой любимый город и свою любимую республику, в которой мы живем. Здоровья всем! Долголетия и процветания! Спасибо за труд! Продолжение следует... ...совестно и ответственно выполняющих свой профессиональный долг в вооруженных силах страны. По традиции в областном центре проходит множество мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества. Обзор самых важных и интересных в сюжете Людмила Логодич. Вот так торжественно и величественно началась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Участие в мероприятии приняли представители руководства Брестской области и города, ветеранских и молодежных организаций, войсковых частей и дипломаты. Один из главных государственных праздников нашей страны – День Защитника Отечества. Почему можно говорить, что он главный? Потому что это праздник настоящих мужчин, тех, которые отстояли свободу и независимость нашего государства ценой своей жизни. Поэтому мы в первую очередь поздравляем ветеранов войны и труда, мы отдаем дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и, конечно же, мы говорим слова поздравления представителям наших вооруженных сил, которые сегодня оберегают нашу свободу и независимость. Конечно же, я хочу от имени областного совета депутатов, областного исполнительного комитета поздравить всех мужчин Брестской области, пожелать всем нам мирного неба, счастья, благополучия и просветания в нашей родной стране. Мемориал «Брестская крепость-герой» – особое место, которое значимо как для тех, кто когда-то охранял мир и покой с Синёкой, так и для тех, кто продолжает это делать до сих пор. Для областного центра с тысячелетней историей и для его жителей этот день особый. Сегодня мы отдаем дань памяти павших в боях за Отечество, кто в суровые годы военных испытаний защитил свободу и независимость нашей Родины, отстоял право белорусского народа быть хозяином на родной земле и самому определять свою судьбу. Военнослужащие, стоящие на страже независимости нашей Родины, преклоняются перед ветеранами, с гордостью вспоминают о ратных страницах истории. Лучших представителей воинских частей, офицеров и ветеранов, которые своим самоотверженным трудом доказали верность долгу и Отечеству, ежегодно награждают в торжественной обстановке. Большое мероприятие в областном общественно-культурном центре собирает всех тех, кто знает о непростой ответственной службе не понаслышке. Первым в ассоциативном восприятии чувства, когда мы говорим «кород Брест», является не индустриальный парк, не промышленный потенциал, не красивый город, а является образ человека в погонах, его подвига. Вот почему важнейшим направлением в деятельности городской власти мы считаем рабочее, нравственное взаимодействие с военнослужащими Брестского гарнизона и с этой сцены я констатирую факт, что все у нас получается. В Беларуси с каждым годом набирает мощь армия независимого государства. В масштабах республики и на местах принимаются все меры для укрепления обороноспособности и поддержания престижа воинской службы. Различные проверки и участие в международных армейских играх показывают отличные результаты боевой и мобилизационной подготовки всех воинских частей Брестского гарнизона. Современные военнослужащие – достойные продолжатели дела своих отцов и дедов. И особенно это чувствуется на героической Брестской земле. Эстафету старшего поколения принимают молодые кадры белорусской армии. Мне очень приятно, что я могу сегодня, вот прямо сейчас, в прямом эфире, поздравить и своих сослуживцев, и молодежь, которая только что пришла в вооруженные силы, которой предстоит еще очень многое пройти, и поздравить их с тем, что они являются защитниками Отечества, потому как есть такая профессия – Родину защищать. Высоко ценится и труд женщин в погонах, незабыты в этот день, и матери, которые воспитали настоящих мужчин. Ведь понятие «защитник Отечества» – это намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Только вместе можно успешно решать поставленные задачи и идти к своей цели. Так получилось, что я по образованию психолог, и в армии в 2002 году начали набирать психолога. И так я попала в эту армию. Я считаю, что я сделала правильный выбор в своей жизни, что я на своем месте. Я об этом нисколько не жалею. Я только рада, потому что я попала в вооруженные силы. Это волнительно и приятно, получить такое благодарственное письмо, получить признание успехов сына в военной службе. Я очень рада и горда. Я в армии с мая 2020 года. И, к сожалению, я не могу рассказать то, чем я занимаюсь. Но скажу так, что судьба дала мне возможность стать настоящим разведчиком. И я благодарен ей за это. К празднованию 23 февраля присоединились в нашем городе различные службы и организации. Прошли масштабные автопробеги, большие выставки вооружения, где была представлена самая современная техника и ее эксклюзивные образцы. Подключились к мероприятию и представители других ведомств и организаций. Так, например, в честь Дня защитника Отечества первая Брестская нотариальная контора всем желающим предоставляла бесплатные консультации. Актуальная тема по обращениям граждан в нотариальные конторы это тема оформления наследственных прав. Граждане оформляют наследственные права чаще всего до 6 месяцев, обращаются за консультацией, чтобы, соответственно, успеть все сделать в срок. На сегодняшний день очень актуально обратиться за оформлением наследства до 6 месяцев. Очень актуально просто, чтобы потом не возникли вопросы с порядком вступления в права наследования через суд. То есть могут быть вопросы по установлению факта принятия наследства. Здесь нужно быть очень аккуратными и посетить нотариуса в срок. Наблюдая за тем, насколько стремительно развиваются вооруженные силы, а также что сегодня представляет собой армия, молодые люди призывного возраста все чаще начинают задумываться о том, какие родовойск выбрать и как подготовить себя к службе в армии. Ведь уже совсем скоро эти юноши и девушки придут на смену нынешним героям и будут нести почетное звание защитника Отечества. Встречи с молодежным активом вузов всегда особая графа в графике руководителей разного уровня. И отрадно то, что такие диалоги проходят в университетах на регулярной основе. Причем в гости к юношам и девушкам приходят представители различных предприятий и организаций, руководители крупных объединений. Минувшая неделя для студентов университета имени Пушкина была отмечена сразу несколькими мероприятиями такого формата. Открытыми диалогами с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонидом Бричом и первым секретарем Бресского областного комитета БРСМ Юрием Сиганюком. Юрий Сиганюк, первый секретарь Бресского областного комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, фигура достаточно известная в Пушкинском университете. Юноши и девушки вуза активно участвуют в проектах БРСМ, потому деятельность большой дружной команды им была более чем знакома. В очередной раз тема встречи и итоги 6-го Всебелорусского народного собрания, а также разъяснение принципиальных позиций, которые найдут отражение в инициативах уже в ближайшее время. Очень важно то, что мы после Всебелорусского собрания встречаемся с коллективами, со студенческими аудиториями. На самом деле есть что донести, потому что в течение работы Всебелорусского народного собрания это два дня, рассматриваются различные вопросы, которые, я думаю, что в любом случае интересуют молодежь. Это, конечно, в сфере молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, конечно, вопросов изменения в Конституцию, что тоже немаловажно. Развитие системы поддержки молодых кадров, работа на селе, перспективы получения молодыми специалистами жилья и многое другое. Тем для общения получилось достаточно много. Самое главное, это Юрий Сигенюк подчеркивал неоднократно, вопросы студенческой аудитории интересны руководителям всех уровней. Поэтому, если есть необходимость и насущная потребность в каких-то принципиальных решениях, то эти темы нужно поднимать и решать совместно и оперативно. Рассматривать вопрос социально-экономического развития на пятилетку, очень важно, конечно, что и что мне понравилось, что будут у нас формироваться города и регионы крупные, то есть областные центры будут центром притяжения для молодых людей, для развития вообще всей экономики. Конечно же, мне затронули и были интересны вопросы образования, закрепление молодых специалистов на селе. Секрет успешного диалога кроется в умении слушать и слышать друг друга. Эта простая истина хорошо знакома студентам Пушкинского университета. Этого принципа придерживается и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич. А потому их встреча проходила продуктивно. В ходе беседы были озвучены основные вопросы повестки дня 6-го Всебелорусского народного собрания. Состояние и перспективы экономического и политического развития страны, проблемы информатизации общества, социальной защиты населения, ключевые аспекты сферы образования, медицины и многих других. Сегодня важно молодым людям, да и взрослым, взрослому поколению сопоставлять информацию, получаемую из социальных сетей, из государственных средств массовой информации, будь то телевидение или печатные издания, и сопоставлять и анализировать. Очень важно анализировать. Я понимаю, что сегодня время быстро летит, и информации достаточно много, и понять, где правда, а где неправда, вот здесь вот важно. И потому, наверное, сегодня настало действительно время то, особенно после событий августа месяца 2020 года, переосмыслить, чтобы мы не потеряли нашу страну, независимость нашей страны. Формирование и развитие чувства патриотизма, убежден депутат, начинается с любви к малой родине и родителям, с памяти о своей истории и ценности настоящего. В итоге беседы участники открытого диалога пришли к выводу, что активность и неравнодушие молодежи является одним из необходимых компонентов успешного построения процветающего государства. В администрации Ленинского района города традиции проводить различные конкурсы и соревнования имеют богатую историю. С 2016 года входит в этот перечень и масштабный конкурс среди учреждений образования «Педагогический Олимп». В очередной раз здесь демонстрировали свои лучшие качества и доказывали свое право на первое место 14 учреждений общего среднего образования, два учебно-педагогических комплекса, детский сад, начальная школа, 28 дошкольных учреждений, а также вспомогательная школа и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Наши корреспонденты побывали на торжественном мероприятии подведения итогов и узнали, кто же стал победителем конкурса. Конкурс «Педагогический Олимп» – своеобразная лакмусовая бумага для коллектива всех учреждений образования Ленинского района города. Благодаря ему уровень знаний преподавательского состава, успехи воспитанников и учителей, а также слаженность работы в коллективе представлена для комиссии как на ладони. Главная цель всех коллективов образования Ленинского района – постоянно становиться лучше. Только так воспитание и обучение молодого поколения будет достойным и качественным. Я благодарен всем, кто участвовал в этом конкурсе, потому что это не только для самого детского садика, это для жителей, которые дети приходят в школу, родителями. Это тоже элемент воспитания какой-то культуры. И, конечно, приятно, что садик становится или школа как-то по-другому воспринимается. Подведение итогов работы учреждений дошкольного образования проводилось по 16 показателям, а общего среднего – по 38. Соответствовать такому количеству критериев непросто, но изучая представленные на конкурс материалы, можно уверенно сказать, что 2020 год для учреждений образования был плодотворным. Район достойно выступил на Республиканской Олимпиаде по учебным предметам, находился в числе лидеров по количеству победителей конкурса исследовательских работ результатом централизованного тестирования поступления в ВУЗы. Такой результат во многом зависит и от передового педагогического и управленческого опыта. От директора школы зависит очень многое. Поэтому насколько руководитель эффективен, насколько он сегодня целеустремленный, насколько он сегодня продвинут в новых технологиях каких-то, конечно, от этого зависит и рейтинговое место в системе образования и вообще в конкурсе. И если позволите, я еще добавлю, мы традиционно 4 предыдущих года проводили конкурс по 7 номинациям. Это у нас была номинация кадры, качество образования, охрана труда, воспитательная работа, ну и некоторые другие. В этом году, опять понимая, что систему нужно двигать вперед, мы ввели еще две номинации. Одна из номинаций у нас – это реализация международных гуманитарных проектов. И вторая номинация – это развитие системы и создание условий по инклюзивному образованию. Гимназия номер один по итогам конкурса «Педагогический Алим» заняла первое место среди учреждений общего среднего образования. И это результат кропотливой и многолетней работы. Хорошая материально-техническая база, активное участие в Олимпиадах разного уровня, начиная от городских, заканчивая республиканскими, а также условия обучения гимназии – все эти показатели помогли добиться успеха. Гимназия уже не первый год становится победителем в этом конкурсе. Это ряд факторов, которые этому способствуют. Во-первых, это знание победы наших учеников, которые занимали в последнее время весьма неплохие места на международных олимпиадах, на республиканских олимпиадах, в научно-практических конференциях. Во-вторых, это показатель в целом качества образования учащихся гимназии. Это тоже немаловажный факт. Мы в различного рода мониторингах учебной деятельности выглядим всегда очень здорово, потому что главный приоритет гимназии – это учеба, естественно. Среди учреждений дошкольного образования достойно проявили себя «Если сад номер 14, 79, 20». Но первое место по праву было отдано «Если саду номер 51». Это каждодневный труд. Мы просто по-другому не умеем работать. По итогам 2014 года мы были первые в республике. Снизить эту планку, эту позицию, это очень даже было бы неприлично. Да, поэтому мы держим эту позицию, этот высокий уровень, который достигает коллектив. Но за этим работа всего коллектива, потому что один ты в поле него. Я говорю, эта награда не моя личная. Это весь коллектив, который очень активно, творчески трудился на протяжении всего года и всех предыдущих лет. Победители определены. Каждый коллектив школ, гимназий, лицеев и детских садов достойно представил свои успехи на конкурсе «Педагогический олимп». Очередная страница перевернута. Это значит, что книга результатов ждет новых героев. К другим темам. Больше недели в Беларуси широко проводился единый день безопасности. Главными организаторами акции выступали представители различных структур и ведомств, занятых в обеспечении порядка, сохранности имущества, реализующих программы по безопасной эксплуатации газа, электричества и других ресурсов. В трудовых и учебных коллективах прошли разноплановые тематические встречи, направленные на повышение уровня грамотности и знаний в теме безопасности жизнедеятельности. А сегодня мероприятие в рамках «Единого дня безопасности» прошло в самом сердце нашего города. Сегодня площадка перед Сумом издалека привлекала внимание брещан. Здесь для жителей и гостей нашего города звучала музыка и проходили танцевальные выступления. Так ярко и насыщенно прошел заключительный этап серии мероприятий, посвященных «Единому дню безопасности». Зрители приглашали на специально оформленные тематические зоны сотрудники МЧС, МВД, Госэнергогазнадзора и Освода, чтобы еще раз напомнить одну простую и понятную истину. Ежедневная безопасность на природе, в работе или в быту – прежде всего, это личная ответственность каждого из нас. От территории Республики Беларусь проводится «Единый день безопасности» и, конечно, Освод не в стороне этого мероприятия. Мы понимаем, что безопасность – это самое главное в жизни человека. Проводились разные мероприятия – это выступления в трудовых коллективах, в учреждениях образования. И вот завершающий этап акции сегодня проводится на площадке возле ЦУМа, где выставлено, в том числе, оборудование спасателей Освод. Мы расскажем, что мы делаем, как мы делаем и, конечно же, расскажем, что не надо делать, чтобы не попасть в беду. В течение всей недели мы проводили мероприятия по всей Брестской области. У нас были конкурсы рисунка с дошкольниками, были мероприятия для учащихся на полигоне Брест-Ублгаза, были мероприятия на полигоне РУП «Брест-Энерго» для знакомства с электричеством. Рассказывали о профессии энергетика, о профессии газовика. Хотелось бы, чтобы наши граждане понимали, что в первую очередь они могут позаботиться о себе сами. Чтобы еще раз напомнить о нюансах обеспечения безопасности, старшеклассников Муховецкой средней школы пригласили прямо на учебный полигон предприятия «Брест-Энерго». В качестве экскурсоводов выступили опытные сотрудники Госэнергогазнадзора Брестских электрических сетей и службы МЧС. Ребятам рассказали, как безопасно использовать электричество и газовые приборы, а чего категорически не стоит делать. Экскурсия мне понравилась. Я узнал много нового про электростанцию, про огонь, про как его тушить. В разных экстремальных ситуациях часто люди теряются, не знают, как себя вести, и нужно знать, как действовать в таких ситуациях. И нам объяснили все понятно и показали в деле. На практике сотрудники МЧС совместно со специалистами «Брест-Газа» отработали на этой неделе одну из учебных ситуаций. Автомобиль МЧС с проблесковыми маячками стремительно прорывается на территорию предприятия «Брест-Газ». На пульт диспетчеру поступило сообщение – человек в беде, нужна помощь. К счастью, тревога учебная. Хотя в жизни немало примеров, когда из-за неправильной эксплуатации газовых приборов и оборудования гибнут целые семьи. В этот период все службы, которые могут принести максимальную пользу, максимальную предоставить населению информацию по вопросам безопасности, работают с гражданами, работают с другими предприятиями, чтобы все было безопасно. Мы выполняли свою задачу, работники газовой службы, свою задачу. В принципе, цель достигнута. Единый день безопасности пришел в лице сотрудников МЧС подопечным из профильных классов средней школы номер 16. Так как в образовательном процессе этих ребят навыкам безопасного поведения уделяется особое внимание, в рамках открытого занятия они могли проверить свои знания в различных викторинах и конкурсах. Актуальность поведения данных мероприятий подтверждают цифры статистики. На сегодняшний день в городе Бресте уже зарегистрировано 14 пожаров в этом году. В прошлом году за такой же период зарегистрировано 9 пожаров. В этом году, к сожалению, погибло уже 2 человека. А значит, такие мероприятия необходимо проводить и не только с детьми, но и в трудовых коллективах. Учебно-образовательные мероприятия текущей недели, безусловно, прошли с пользой. Ведь еще раз напомнить о вопросах безопасности никогда не будет лишним. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои события и герои, какими их увидели корреспонденты Бук ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было в ваше телевидение Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин